Откровенно говоря, я никогда не задумывалась об этом, и у меня всегда было весьма трепетное отношение и уважительное к роялю, и как-то даже подумав, я понимаю, что, наверное, вот он просто сам по себе какое-то очень сильное существо, но с помощью его звучания мы можем переноситься в разные сказочные и представлять мифических существ, потому что он является тут проводником и помощником, а не самим кем-то. Третья педаль действительно используется мною достаточно много, она позволяет продлить звучание баса и расширить фактуру, и при этом, что звучание остается чистым, но какие-то отдельные звуки удерживаются. Например, как используется это и в концерте Рахманина будет использовано, и в Оренском фантазия, и тема Рябинина. То есть мы видим, что бас остается включать, мы можем даже снять ногу с педаль, и здесь уже играть. Ну и так далее. Много очень вариантов. Это тембральная окраска, очень украшающее звучание. Мне посчастливилось, что мой педагог Галина Васильевна Наскалова не заставляла меня играть много гамм. То есть, конечно, мы, безусловно, их проходили, и нужно было сдавать тех зачеты, но в основном технику больше нарабатывали произведениями, этюдами, что было для меня гораздо интереснее и ближе. Ну, от гамм, конечно, было не уйти, но я настолько увлекалась благодаря вот этому какому-то, может быть, индивидуальному подходу именно пьесами, что действительно бывало, что я задерживалась допоздна за инструментом, и подруги часто, мы жили на первом этаже, стучались ко мне, звали меня погулять. Ну, я понимала, что нужно заниматься как-то вот это. Ну, и при этом тоже не было жестких рамок никогда, это было абсолютно, собственно, мое желание, и время, которое я проводила за инструментом, тоже определяла я сама. Модороба была классической, и я бы не сказала, чтобы она была с ухабами, а скорее с красивыми пейзажами. Может быть, конечно, с какими-то небольшими препятствиями, которые можно было преодолеть. Но, тем не менее, дорога счастливая и очень планомерная, равномерная. То есть, сначала музыкальная школа, затем училище, потом выступление в московский вуз, в Академию Гнесиных, обучение там, обучение в аспирантуре. После окончания аспирантуры дальше преподавательская деятельность и концертная в Москве. Ну, и потом вот такой вот поворот на родину, в Омск, спустя, можно сказать, 15 лет, проведенных в Москве. Поэтому, наверное, дорога счастливая, наполнена действительно красками, пейзажами, незабываемыми, замечательными встречами, дружбой и любовью в искусстве. Очень приятно, что действительно вот такое понимание каким-то моим любимым строкам, и что слушатели помнят. Это очень приятно, потому что есть какие-то стихи, которые действительно двигают определенный период авторы. Ну, не могу сказать, что Мадрештам самый мой любимый поэт. Это среди моих любимых поэтов и всегда Северянин, Цветаева, Гарсия Лорко. Ну, и всех не перечислить очень много, в зависимости от состояния, от периода жизненного. И, конечно, вся жизнь связана с литературой. Очень люблю читать, погружаться в литературу Анатолия Франца, Марселя Пруста. С детства читала Диккенса как-то, вот и довольно рано прочла почти все его сочинения. Гофмана и, конечно, русская литература. Чехов, Гостовский. В общем, сложно выделить кого-то одного. Какая-то книга была однозначна книга, потому что всегда привлекает именно бумажная изданная книга со своим неповторимым запахом каждой книги, свой. Ну, я думаю, что это еще идет из детства, потому что всегда была большая библиотека, и было именно интересно встать книги, просматривать какие-то... Как-то в этом есть своя атмосфера, когда читаешь свою книгу. Когда есть необходимость такая, конечно, это не имеет большого значения, потому что сила искусства, она прорвется из любых носителей, будь то бумага или электронное устройство. Веду ли я дневник? Наверное, пока еще внутри себя. То есть довольно много хочется написать, но пока не пришло время, может быть, когда-то, потому что, ну, очень много запомнилось в жизни разных встреч, моментов, путешествий. И в каких-то из них есть небольшие эссе, очерки, но пока это все не оформлено. Ну, наполняет меня изнутри, вдохновляет. Так что, возможно, когда-то. Да, хотелось бы уточнить, что конкурс проходил в Нью-Йорке, и мне пощадилось заниматься в студии с видом на Манхэттен, готовиться к конкурсу и к выступлению. Хотя сам конкурс тоже проходил в центре Нью-Йорка, в Барк-центр артистический. И что касается противостояния в музыке, ну, для меня эта тема не совсем понятна, потому что мне кажется, что в искусстве нет этой борьбы. Здесь, ну, по крайней мере, мне это не совсем известно. Даже если мы посмотрим, что Рахманин, российский, русский композитор, уехал в Америку, поэтому, может быть, кажется, что в музыке все объединено, что нет каких-то конфликтов. Отличия в исполнительстве, безусловно, существуют, потому что есть интерпретации, и мне кажется, что каждый исполнитель, он уникален. Но есть, конечно, и российская фортепианная школа, это и Рахманинов, и Скрябин, и Гуннов, и Нигаус, и Московская ветвь, и есть Петербургская ветвь, и есть по Лешетицким, и все это другие. Ну, это если говорить о истоках, о преемственности. А можно ли определить на слух, играя Чайковского, русский или американец, я думаю, что это почти невозможно, потому что есть известные примеры, Ван Клиберн или пианист Поллок, которые стали победителями, лауреатами конкурса Чайковского и покорили русские сердца, русские слушатели, жюри. Поэтому очень многие, тем более сейчас стремятся... Сейчас российская школа, она по всему миру, потому что очень много иммигрантов, которые получили образование именно в России. Ну, и должна сказать, что я, конечно, тоже счастлива, что принадлежу к российской фортипианной школе и в свое время отказалась, не знаю, как так волей судьбы, были предложения поехать учиться в Европу и за рубежом, но полностью училась в российское образование, в российской фортипианной школе. Очень благодарна моим любимым и дорогим слушателям за внимание. Я всегда чувствую тепло и всегда вдохновляет присутствие публики на концертах. И с нетерпением жду, приглашаю вас на концерт 8 октября. Буду вам очень рада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!